Симбирская кругосветка У нас богатейшая область, богатейшая природными богатствами, историческим наследием, культурным наследием. И, безусловно, мы очень мало знаем о ней. Пандемия заставила многих сидеть дома и возникла потребность внутреннего туризма. Однако люди не знают, куда ехать, что посмотреть. И вот ради того, чтобы дать им больше информации, губернатор Мульяновской области был задуман этот замечательный проект «Симбирская кругосветка». В первый выезд мы отправились в Индинский район. Нам предстояло посетить несколько интересных мест. Первой точкой оказалась церковь в селе Коноплянка. Место, овеянное народными легендами и сказаниями. Одну из них нам рассказала местная жительница. Отец ее был любитель выпить, кроме того, был из коммунистических активистов, которые ломали церкви, в том числе и в Коноплянке, за что начальство назначило его председателем. В Михайлов день возвращался он поздно домой подвыпивший. По дороге мужчине привиделась веселая компания из ребят в красных колпачках, которые позвали его с собой веселиться. Плясал он с ними долго, а потом присел отдохнуть. Когда присел отдохнуть, видит. Сидит он посреди поля и нет вокруг ни жилья, ничего. Темень кромешная. Только вдалеке у самой земли белая яркая звездочка. Пошел он к ней. Долго шел. Через овраги по горло в грязи, со снегом через кусты продирался. Шел. Боялся замерзнуть. А звездочка постепенно крупнее стала. Потом он смотрит, что это наша церковь так светится. А кругом села-то нашего нет. Вошел он в храм и видит, что церковный утварь и иконы на месте. А возле алтаря стоял старец, который стал говорить с ним. Нашли мужика утром в разоренной церкви. После этого он три дня никуда не выходил. На четвертую ночь он собрался и ушел навсегда в Киево-Печерскую лавру. История Коноплянки и ее окрестностей восходит к первой половине 17 века. В этих местах проходила засечная черта. Своего рода граница государства от набегов кочующих народов. Неподалеку располагался Тальск. Городок, о котором до сих пор рассказывают множество легенд. Однако доехать до него сложнее. Сейчас это заболоченное место, в которое лучше прогуляться в теплый и сухой летний день. Здесь бытует легенды, схожие с преданиями о Китежграде. Якобы и Тальск когда-то ушел под болото. И если прислонить ухо к земляному валу засечной черты, то можно услышать шум этого древнего города. Гиду журналистской экспедиции Дмитрию Илюшину удалось собрать одни из самых зрелищных пунктов Инзенского района. Проездам удалось бегло осмотреть часовню Александра Невского, тоже разоренную советскими активистами в начале 20 века. Второй точкой путешествия стали Юловский родник, село Юлова и уникальный во всех отношениях Юловский пруд. Юлова располагается по холмам и оврагам. Первое, что встречает под горой, это старый деревянный заброшенный клуб, бывший в позапрошлом веке церковью. Красные активисты когда-то сделали все возможное, чтобы здание внутри и снаружи перестало напоминать церковь. Юловской деревянной церкви более 150 лет. К сожалению, подобные памятники культуры уходят от нас навсегда. Здесь когда-то была церковь, потом здесь был клуб. Теперь хоть образа и проступают на стенах, но, к сожалению, здание приходит в упадок. По словам местных жителей, Юловский родник назван святым потому, что здесь явилась икона Божией Матери Знамени. Необыкновенно чистая вода создает оптический обман. Кажется, что родник неглубокий, но на самом деле местами его глубина составляет более двух метров. Следующая точка – усадьба поэта Азнабишина, а ныне школа. В ней работает учителем замечательная женщина Татьяна Николаевна Саранцева. За долгие годы работы в Юлово она создала великолепный музей деревенского быта и открыла для себя всю уникальность этого локуса. Само озеро. Не зря говорят, что это жемчужина. Она вообще Ульяновская область, а я думаю, и не только Ульяновской области, но и всего нашего края. Потому что вот такие водоемы в последнее время государство очень большое внимание выделяет, выделяет средства. И это вот первая изюминка. Вторая – у нас очень много здесь заповедников. У нас вот есть малое болото, заповедное болото. Там очень много редких растений, которые там растут. Вот, например, клюква – это северная ягода. Но жители Юлова собирают ее с удовольствием. Уникальный рукотворный пруд помечиков Юловых. Этому водоему уже тоже более ста лет. С тех пор этот водоем становился только шире, больше и чище. Помещик еще в 19 веке соорудил запруду на реке Юловка. Это было нужно для постройки водяной мельницы. Место для запруды, материалы и работники подобрались так удачно, что рукотворная дамба никогда за полтора века не разрушилась. И пруд обзавелся озерной флорой и фауной. Общая площадь пруда составляет 65 гектаров, а глубина достигает 15 метров. В этой местности имеется богатая прибрежная растительность, заливные луга, низменные болота, а на прилегающих возвышенных водоразделах прекрасные леса, в основном сосновые. Самое главное, что водоем питается родниками и самоочищается. Исток пруда болотистый, поросший рогозом, тростником и осоками. Здесь расположены удобные места для гнездования водоплавающей дичи. Уток, чаек, крачек и куликов. За длительный период на территории сформировалась типичная водная растительность, свойственная озерам. Водокрас, ряска малая, болотник изменчивый, кувшинка белая, кубышка желтая. Природа в Юлово необычная. Напоминает красоты Алтайского края и Русского севера. Словно бы вся Россия отдала по небольшой своей частичке, чтобы показаться жителям Ульяновской области целиком. Участники экспедиции остались довольны проекту быть. И все признались, что не только смотреть, но и рассказывать о красотах родного региона увлекательно. Путешествовать – это не значит, что обязательно выезжать за границу. У нас в России очень много мест, которые мы не видим. Мы восхищаемся Италией, едем в Прагу. Но мало кто был на Байкале, мало кто был на Камчатке. И точно так же с нашей областью. У нас столько интересных мест и для отдыха, и для просвещения. А мы о них совершенно не знаем. Следующий выезд состоится 29 сентября. Первым зрелищем путешествия станет рассвет на Никольской горе. Легенды, сказания и необыкновенно красивые пейзажи об этом месте в нашей следующей программе. Мы приглашаем принять участие в этом проекте всех журналистов и блогеров Ульяновской области. И я думаю, что проект будет по-настоящему успешным. Обращаться в Управление информационной политики и в Агентство по туризму Ульяновской области. Агентство по туризму Ульяновской области Агентство по туризму Ульяновской области Агентство по туризму Ульяновской области. Продолжение следует...